Самозанятые россияне получат статус трудоустроенных. Такие поправки в закон разработал Минюст страны. В документе написано, что самозанятые это физические лица, самостоятельно оказывающие услуги другим физлицам, направленные на систематическое получение прибыли. Основывается самозанятость исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. Также уточняется, что самозанятые не могут быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, а стать самозанятым может любой человек старше 16 лет. Статус закрепят за человеком, если он направит в налоговую инспекцию уведомления. Между тем, грант на реализацию программы самозанятости населения выиграли 4 наслега в Олегминском районе. Программа должна оказать хорошую поддержку тем, кто готов и может развить участок сельскохозяйственного направления. Подробности далее. Татьяна Иннокентьевна агроном не только по призванию и есть образование. Огородом занималась всегда, а в этом году решила построить теплицу. Но не простую, этим сейчас не удивить, а круглогодичную. Такого опыта пока не было, объясняет она, но пробовать буду. Остов готов. Теперь дело за утеплением заваленки, поликарбонат и прочее. Ближе к осени посадят экспериментальные огурцы. Если все получится, жители наслега смогут приобретать овощи не только в привычный сезон. Сейчас и это, и погода, да не это. Раньше уже, прямо рано же заморозки. Из-за этого, может, потом население хочу. Пораньше свежими овощами. Татьяна одна из тех, кто подал документы на поддержку по программе самозанятости населения. В этом году глава наслега смогла отстоять миллионный грант. Мы решением утвердили план и сумели защитить. Мы примерно рассчитываем на 13 семей. Но эта сумма не должна превышать 150 тысяч рублей. У нас есть заявители на сегодня. Но будет работать комиссия, она должна распределить. В перечне возможных занятий большой список приобретения коров, кроликов, кур. Кто-то хочет приобрести корову с теленком, кто-то хочет кроликов, кто-то кур. А кто-то изъявил желание даже построить теплицу большую, круглогодичную. Но в условиях у нас там есть и теплица есть, и клетки для кроликов, и корма, возможно, даже можно будет предусмотреть. Программа хорошая и рассчитана на обычных сельчан, у которых появится возможность найти свое дело и, как следствие, укрепить семейный бюджет. Ну, в общем-то, идея Егора Афанасьевича хорошая, я думаю.